здравствуйте дорогие друзья с вами розе в скаме обнова на стволы большие стволы как раз рассмотрим это вооружение можно сказать их не очень много но они классные они крутые они кайфовые они просто невероятны начнем вхс-2 теперь стандартная винтовка хорватских вооруженных сил вхс-2 штурмовая винтовка bullpup калибром 556 нато благодаря модульной платформе bullpup он обладает всеми преимуществами более длинного ствола но в более коротком корпусе поскольку ударно-спусковой механизм установлен за спусковым крючком доступен в двух вариациях со стандартной ручкой для переноски и встроенным оптическим коллиматорным прицелом 1 и 5 x оба выглядят потрясающе и работают с максимальной эффективностью универсальный модульный точный и маневренный этот плохой мальчик навсегда станет вашим фаворитом как только вы его возьмете в руки вхс биджи однозарядный гранатомет двойного действия калибром 40 46 миллиметров он имеет механический прицел который поможет вам нацелить гранатомет на несколько дистанций имеет компактный размер добавлено два типа пистолетов первая линейка sf это идеально адаптированный служебный пистолет для любой технической ситуации с которой вы можете столкнуться под патрон 9 миллиметров и с магазином емкостью 19 патронов он является одним из самых емких сохраняя при этом превосходные характеристики и надежность линейка hs 9 идеальное компактное решение для повседневного ношения но его небольшой размер является лишь свидетельством того что большие вещи приходят в маленьких упаковках также под патрон 9 миллиметров он имеет емкость 13 патронов в магазине добавлен карбоновый hunter но можем видеть что этот hunter он не простой этот hunter использует патроны 3006 которые идут к м1 гранты видим добавили hunter мазин анимации хромают давайте прицел снимем посмотрим как он стреляет но обычный hunter только на 30 06 патрон также тот же hunter только теперь этот hunter с обоймой на 10 патронов что тоже может порадовать но постоянная зарядка этих патронов конечно это такое дело также остался 22 калибр идем дальше добавлены два пистолета 1sf представьте 20 патронов один столе и 19 в обойме очень круто 2 модернизация видим металлический затвор но этот типа блока я не знаю зачем мы добавляем но как по мне этот вроде легче управляется при выстреле по слотам видим что они одинаковы хоть один пистолет идет на 19 патронов то вот этот черный серии sf давайте сразу вкусненькому и потом дальше но самое вкусное это наверно гранатометы на классная у тебя пушечка это что ж такое не знаю как называется но хорошо помню ее звук когда она лишает человека жизни самодельный гранатомет вообще по кайфу этими гранатометами можно рейдить видим вот такие 40 46 миллиметров идут снаряди ки но самодельный гранатомет крафтится находится advanced это вам надо будет выкачивать инженерку чтобы иметь возможность крафтить его ну и самодельные патроны видим что нужна металлическая труба 7 металлолома 15 болтов 2 2 доски скотч резинки ласку ткани дрель только что-то я не понимаю что тут зато стрели но то ладно самодельный или промышленный ремнобор также нож пилка для создания верстак как промышленный так и самодельный ну вот это вообще по кайфу видите эти цифры это метраж вот если вы будете понимать что 50 метрах стоит у вас человек ну или цель ваша цель не человек давайте не будем человек ваша цель стоит в 50 метрах и вы стреляете вы попадете по-любому как менять дальность зажимаете shift и крутите кроль мыши и выставляете дальность максимальная дальность 350 метров сейчас я расскажу в чем прикол этого всего вот пример у вас есть снайпа возьмем вот дальную вот эту самую конструкцию деревянную измеряем дальность видим 219 метров до той деревянной конструкции положим хантер возьмем наш вхс выставляем при помощи зажатия shift и кроля мыши 200 метров нацеливаемся немножко выше берем потому что там 219 метров было чтоб попасть стреляем прям мое попадание просто это просто кайф вы понимаете вы можете бомбить чьи-то базы просто с расстояния 350 метров вот это получается если стать за какой-то преградой вот примеру возьмем преграду возьмем преграду какую-то чтоб вас снайпер не мог снять и вы примерно нацеливаетесь на то место что хотите бомбить там у вас будет кент товарищ щекай товарищ который будет вас корректировать у вражеской базы короче этом это жду контента очень много контента с этим граната мёдом плюс этим граната мёдом можно рейдить я тестил на деревянном заборе на металлическом заборе на среднем то по 55 с половиной снимала за один выстрел интересно где они будут спавниться и в каком количестве эти патроны получается если взять железный забор вот эту большую конструкцию там 1300 хп это если по 5 она снимает 20 патронов 100 единиц ну как бы очень много нужно их будет но ну короче жду контента с этими пушками посмотрим там же и по-любому перри фиксит зафиксит кучу раз так теперь дальше автоматические винтовки очень крутые автоматические винтовки давайте с этой начнем это автоматическая винтовка с ручкой для ношения и с коллиматорным прицелом 1 и 5x чтобы переключить прицелы зажимаете control и нажимаете правую кнопку мышки и он переключает прицелы очень хороший автомат имеет два режима огня одиночный и автоматический огонь достаточно точный только я не понял с вот этим прицелом 4 вчера тестил я не мог попасть с расстояния на на 50 метров по зомбакам через него если через вот этот все блок прелестно то через его родной коллиматорный то я не мог попасть почему-то так А вот вторая модернизация, это на эту модернизацию ВХС можно одеть любой прицел, начиная от дигловского, потом реддот точечный. Очень крутой. Ну и наверное все будут с ококом ходить, потому что это просто крутейший автомат, у него очень крутая точность, я бы сказал. Его можно расценивать как винтовку, не как автомат, а как винтовку. Что он достаточно точный. Так, пройдем дальше. Добавлены два типа снайперских винтовок. Это АВМ и АВП. Вроде с виду они похожи на друг друга, но они отличаются калибром. Если АВМ использует калибр 338, то АВП 308. Но вы понимаете, АВМ должна быть помощней. Давайте послушаем этот. Вот я на нее одел М82 прицел, потому что на эту красотку, я думаю, она будет 600 метров класть просто с бронежилетом топовым. Слышим эти звуки. Очень круто. Конечно, при выстреле очень задирается прицел, видите. У этой винтовки есть сошки, которые, когда вы ложитесь на землю, они раскладываются. Очень круто. Не знаю, на АВП, наверное, это больше будет видно. Не знаю, почему так. А ну да. АВП. Вот, сошки разложились. Очень круто, очень круто. Это дает точность. Вообще. Бомбезная, бомбезная. Видно, у меня нет выкачки. Персонажа, давайте посмотрим. Снайперская стрельба 60%. Это я вчера настрелял первый уровень. Ну, почти полтора уровня. Ну, надо третий уровень для более комфортной стрельбы и попадений, вымеривания расстояния. Очень крутые пушки добавлены. Очень жду очень много контента с этими пушками. Давайте, ребятушки, старайтесь. Потому что с моим АИМом, с моей стрельбой, я контент не сделаю. Не знаю, что не получается у меня. Но хоть буду рассказывать про пушки. Очень крутые пушки. Специально для тебя я добавлю команды на эти пушки в описаниях под видео. Как использовать команды очень легко. Вы, вот, к примеру, хотите прописать АВП. Нужно поставить решеточку и написать АВП. Она выберет у вас там варианты выбора. Потому что там добавлены АВП десерт, green, black, snake. Ну, скины. Вы решеточку ставите и можете прописать в одиночной игре. Очень легко. Я эти команды оставлю в описаниях. Как использовать команды. В описаниях под видео будут команды. Вы обводите команды, начиная с решеточки. Нажать Ctrl плюс C. И затем в чате игры нажать Ctrl плюс V. И нажать Enter. Элементарно просто. И у вас появится этот предмет. Который вам нужен. К примеру, там магазин, патроны. Или само оружие. Ладно, с вами был Розе. Это краткий обзор по обновлению SCAM. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok